Всем привет! Это программа Репортер. Я Алексей Коноплев. Самара может остаться без уникального музея фотографии. Его временно отправили в вольное плавание на поиски жилплощади. Правда, один выход все-таки есть. Руководитель проекта рассчитывает победить в конкурсе идей по развитию города и построить свое здание. Репортер узнал, есть ли шанс пройти в финал соревнований и где сейчас базируется огромная коллекция. История тысячи фотоаппаратов в одном сюжете. Это наш талисман. Не знаю, над кем он смеется. Может быть, над нашей ситуацией. В общем, много чего интересного у нас. Если взять любую коробку, не обязательно что-то будет интересным. Над этой ситуацией смеяться можно разве что сквозь слезы. До недавнего времени все как в сказке происходило. Был у Николая Страшного фотомузей. 3000 уникальных экспонатов, возможность снимать самому на раритетную технику, а потом самому печатать. Мечта модных хипстеров и поклонников старины. Люди в очередь вставали, а слова заведения по всему городу шла. Ну вот, например, такая камера. 1902 год. Из Дрездена. Все рабочее. Мы на это все снимаем. Все жили, не тужили, пока в один раз прекрасный момент со зданием решили попрощаться чиновники. Конторы, которые там находились, попросили идти за 3-9 земель. А музей фотографий со всем своим ценным и раритетным пожалели и выделили съемную квартиру. Теперь тонны химических препаратов для печати. Не одна тысяча аппаратов, всякая мелочь, очки, пейджеры, гаджеты и один Николай Страшнов ютятся здесь. В этом помещении только часть экспозиции. Естественно, она не действующая. Без музея и фотографий не получаются. Мы проводим не только экскурсионную деятельность, у нас еще образовательный процесс проходит. Несколько учебных высших заведений проходят у нас дополнительно образовательные уроки. Николай Страшнов решил действовать и пошел со своей идеей в массы. Решил представить свой проект абсолютно нового здания для музея фотографий на городском конкурсе идей. В начале ноября общественники вместе с администрацией решили фантазию самарцев проверить и попросили придумать то, что очень необходимо городу. Заявки могли составлять организации и обычные граждане. И понеслась выдумка жителей куда подальше. Появилась такая инициативная группа людей, сказав, что есть у нас реки Сок, Волга, Самарка, где можно это возобновить, прокат лодочных, прокат лодок, катамаранов, лодок. Работу рассмотрят по трем номинациям. Город для жизни, город для людей и город для отдыха. Конкурс оказался таким популярным, что собрал аж пятерых участников. В их числе и Николай Страшнов со своим музеем. До конца ноября экспертный совет выберет лучший проект и эту идею запомнит в городадминистрации. И когда-нибудь кто-нибудь, возможно, выделит на это средство. Так что сколько Страшнов просидится своими фотоаппаратами в подполье, неизвестно. Не исключено, что коллекционер поедет со всеми этими богатствами в другой город. Страшно, в этом квартиру предложили. Но тогда Самара останется без уникального музея. И на этом все. Я прощаюсь с вами. Увидимся завтра. Всего доброго.